Поэтому мы пойдем по третьему пути. Мы выиграем и пойдем домой спать, отдыхать и кушать. Ну или по четвертому. Мы проиграем и будем долгим и усердно спать, отдыхать и кушать. Тима, опять ты все что-то несу разницу? Хорошо, я его прошу. Тима, давай яблочным все в свои руки. Последний раз, когда ты так говорила, я то бутылка падала, то бакет рвался. Ты меня не понял, давай я буду капитаном. Слышь, безвизовый, ты что вообще берега покрутил? Нет, вон там отходка, вон там под шутками. Ае, ае, дайте шуму, ае. Ае, мы все в одной бойне. Руслан, что это было? Тебя это парит. Да, меня это парит. Вот видишь, тебя это парит. Ладно, с тобой все непонятно, вставай на место. Игорь, а ты чего молчишь? Видишь, я ее... Прикапываю. Ну и как? Того не напаля, пока не убежала. Команда, когда у нас пробка потребований, вот такие мы. Поехали. О, а что тут уедем из оборотов, а в нашей кухне? Ты хоть из себя можешь, а перецитали тебе? Что нужно сделать, что бы выросли, петерись? И изначально нужно что бы хоть и сделаю? А перед этим ее еще нужно завоевать. Только после этого, после этого только нужно вырастить человека, который все ходит на рынок, сдорогуется и посеет это зоро. Ладно, ребята, давайте серьезно. Хватит эти сяськи-мастяськи разводить. Тихо, можешь кусить-кусить? Игорь, давай вечером. У нас, между прочим, есть миниатюра. Называется «Случай во Владивостоке». Руслан объявляет. «Случай во Владивостоке». Руслан объявляет. Когда я пришла к КВН, я думала, это интеллектуальная игра. А на вас посмотреть. Так вы Андрея постоянно китайцем называете. На робок английского по-русски материтесь. Говорите, что ты буряки-дрянь, а сами пинцешки хаваете. Да я вам больше скажу. Ребята, вообще КВН. Это ты еще джанка не видела. Теперь хотя бы слышала. У нас команда «Сстановка по требованию» и ее участники. Представьтесь, пожалуйста. Тима. Николь. Арина. Андрей. Очень приятно. А из какой школы? Дальше с твоей. А давно у вас так команда? Так, ну вообще, как «Сстановка по требованию» это как бренд. В этом году ему исполняется 10 лет. А вот таким составом, это наш третий год. А какое название? Кто же ты хочешь назвать по требованию? Ну это надо спрашивать людей, которым уже 30 лет. Поэтому имя лицетативных мышлений нет. То есть тут у нас классическое название? Да, у нас переход. Ясно. Это весь ваш состав? Нет. Это не Русика нет. Русика. А Русика вы знаете? Нет. Русика все знают. Который в кепке? Да, да, да. Он может подбежать. Он живет. Ясно, ясно. А скажите, сами давно играете в КВН? Третий год. А, то есть? Именно таким составом. Вот девочка. Какие-нибудь победы были уже? Ну мы трижды, да, трижды финалисты. Да. Ну трижды финалисты, трижды бронзы. Вот в этом году надо посерьезнее стараться. Получше надо? Да, получше выиграем. Это школа ступается. А, и за призывник там подтягиваться надо? Ну ничего такого, я не расторонюю. Да, за призывник вообще отборный педагог. А много уходит времени, чтобы поднимать? Это нормальный. Где с декабой? Слышно. Да, тем на разом надо призывник. Некоторые номера пишутся буквально за минуту. Не прождаются. А иногда бывает, и целую неделю думаешь, и потом это вырезается, и не уходит. Да, остальные. Это ваш Русик? Да, он сам. Тут большие люди снимают, что-то нормально. А вот почему стиль вот у всех такой, а у Русика другой? Ну, однажды была написана шутка, это то, что я не гуф. Она зашла и все. А он гуф, ты понимаете? Он оказался гуфом. Он настоящий. А не гуф, а кто ты? Я русский. Ребята, как вы считаете, КВН полезен вообще для молодежи и для нашего города? Да, это плоскостопие лечит координаты. Да. Сколиостур, кровь меняет пожилой. Иногда. На разминках бывает, потянешься и все отлично. Да, это полезно. На самом деле, действительно, это очень помогает. Развивает, и развивает, естественно, спаться. Ну, как минимум, много, естественно, можно. Ну, а вот идея школьной лиги, которая у нас сейчас развивается в городе, как вам? Неплохо. Ну, судя по прошедшим играм, более-менее. Да. Есть куда стремиться. Надеетесь пройти в город. Мы пройдем, конечно. Мы уже здесь. Вы будете снимать финал, когда мы выиграем? Да. Надеюсь. Ну, давайте. Вы снимите, там, потому что это будет. Это да. А у вас уже готовы какие-то шутки? Да. Все, все. Все. Есть же номер. Физо, да? Ясно. Ну, отлично. Спасибо, ребят. Огромное. Спасибо. У нас была самая заметная мечта. Я продал два тента по цене двух тента. И потом они поменяли. Ну, я смотрю, Андрея в жизни все шито-крыто. В чипе-пуке пальчик выкинь. Но она должна как-то усиливать выступление. Есть какие-нибудь предложения? Это что, если едет, получается? Так, приведите на фото. Тима, у нас осталась одна минута и один номер. Связь лавлю? Конечно, лавлю. Я ж не Акост. Сейчас мы с Андреем объясним вам, почему некоторые китайские магазины имеют такие странные названия. Ну, лучше называть как-нибудь русское фамилие. Типа Бачурин. Ну, здесь Михалков. Нет, нет, типа Бачурин. Бачурин. О, Бачурин! Так, значит, в торговом комплексе мы установим ряд бутиков. А, да, палатки.